Все равно никуда не девается тема араво-израильской войны. США на ушах, я сразу скажу. Тут вплоть до прямых столкновений демонстрантов, произраильских, антиизраильских, особенно горячо в университетах. У нас, кстати, тихо в Геле нету, а вот, например, в Нью-Йорке, например, в Луизиане, в Тулейне, например, в Гарварде, там по жесткочу. То есть есть произраильские студенты и преподаватели, и проарабские. Разгоняется на вентилятор вся эта адская пропаганда про апартеид, геноцид палестинских детей, женщин и всех остальных злобной израильской военщины. Все это заполонило. Но я подхожу просто к самым простым вопросам, которые я тут задаю, вот таким проарабским людям, они не могут на него ответить никто. Я говорю, слушайте, ну Хамас, как хотите называйте, хотите террористы, хотите борцы, борцы за что-то там, вот, но он два года планировал эту атаку, операцию. Ну, наверное же, если они два года планировали эту атаку, операцию, причем в таком максимально варварско-жестоком виде, это никто не отрицает, они прекрасно понимали, что будет очень большая жесткая ответка и погибнет огромное количество детей и женщин, мирного населения, и будут разрушено огромное количество зданий в газе. То есть, если они это планировали и делали, значит, они это хотели. Ну, вот как, если, я не знаю, вот я хочу, я очень ненавижу, не знаю, государство Израиль, но я знаю, что если я взорву израильтян, мне в дом прилетит бомба и убьет мою семью. Ну, значит, если я все равно нападаю, значит, я хочу подставить свою семью, значит, мне ее не сильно жалко. Ну, то есть, на чаши весов, да, моя ненависть к Израилю и любовь к своим родным. Ну, я как нормальный человек, сказал бы, нет, ну, я хочу, чтобы мои родные жили. Да, я, может, очень что-то там не люблю или кого-то не люблю, вот, но я хочу, чтобы они жили и чтобы дома были целы. И я задаю простой вопрос, ну, вот, не напали бы они 7 октября на Израиль, не устроили резню, изнасилование, убийство, ну, наверное же, все эти дети были бы палестинские живы, все эти женщины палестинские были бы живы, все эти дома были бы абсолютно целы. Ну, это как Путин, который, да, защищает русскоязычных путем их убийства. Ну, если бы Путин не напал на Украину, наверное, Мариуполь был бы целым городом. То есть, вина получается Хамас во всех этих, вот, практически во всех этих смертях, потому что они прекрасно знали, каким будет ответ и что он точно будет, и подставляли под этот ответ всех абсолютно невинных людей. Ведь они могли бы их эвакуировать перед своей атакой. Нет, они никого не эвакуировали. Ну, то есть, вот, для меня вот это самый важный вопрос. Второй для меня самый важный вопрос в борьбе с этой всей пропагандой, это даже не история. Про историю можно вечно спорить, это вообще не имеет никакого отношения. Это про, ну, как бы, общество само. Палестина и Израиль. Да, в Израиле на абсолютно обычных основаниях живет полтора миллиона арабов. Да, это люди, которые живут в Израиле, они работают там в магазинах, они ходят в мечети, они, там, работают врачами, провизорами, кем угодно. У них есть представительство в Кнессите. Там, по-моему, 12 депутатов. Арабов, мусульман. У них есть представители в Верховном суде Израиля. Судьи, мусульмане, арабы. Они пользуются ровно такими же правами, как любой израильтянин. В Израиле ты можешь иметь любую религию или быть даже нерелигиозным. Женщины и мужчины имеют равные права. Тебя не убьют за то, что ты гей. Тебя не убьют за то, что ты не веришь в Мухаммеда. И так далее и тому подобное. И постоянно меняется власть через демократические выборы. Поэтому ВВП на душу населения Израиля, он больше, чем ВВП на душу населения, например, Германии. Ну так, на минуточку. То есть люди богатые. У людей благосостояние. Медицина лучшая в мире. Социальная поддержка стариков лучшая в мире. Ну, давайте посмотрим на Палестину. Полное, тотальное неуважение прав человека. Им никто не мешал в Газе построить справедливое общество. Там не было ни одного израильтянина, они всех выгнали. Не было израильской полиции, израильских судов, израильской военщины. Никого, пожалуйста. Стройте, покажите, какое государство, какой тип государства вы хотите построить. В итоге, что они построили с 2005 года, когда они полностью получили стопроцентный контроль над газой. Государство, где у женщин нет никаких прав. Если ты гей, тебя убивают. Если ты еврей, тебя убивают. Никаких других политических партий не разрешено. Выборы прошли один раз, первый и последний, как в Беларуси, фактически. Да, на выборах победила террористическая организация Хамас, которая потратила все деньги, которые выделялись на Палестину, на строительство подземных туннелей, разборку водопровода, чтобы использовать трубы для ракет. Ну, вот оно общество. Общество, которое строит Палестина. Ну, какое общество лучше? Какое общество нормальней? Вот это они тоже боятся про это отвечать. Особенно, ну, тут много этих таких очень левых людей, которых, ну, они свободу Палестине, свободу Палестине, говорю, хорошо, а какое общество там будет? И вот тут у них ломается вся их теория, потому что, когда мы смотрим, просто сравниваем общество и политическую систему в Газе и в Израиле, мы понимаем прекрасно, что Газа – это Северная Корея, это тоталитарное государство. И не Израиль его делает тоталитарным. Вот. Хотя я, конечно, за то, чтобы там, на территории Палестины, как это и было предусмотрено мандатом, ООН было создано, и они созданы, два государства. Палестина, Палестинское арабское государство и Палестинское израильское государство. Ну и, конечно, там все понимают, какой абсолютно постановочный характер носят в большинстве своем все эти арабские ролики с этими немытыми там детьми и так далее. Ну вот, как пример, персонажи, интернет-персонаж, чувачок, посмотрите. Значит, я даже остановлю. Смотрите, на верхней фотографии он Хамас с автоматом. На фотографии чуть ниже он радуется, кричит, Аллах, Акбар, летят ракеты. Вот, довольны, смотрите. А когда Израиль ударил в ответ, плачет крокодилиями, горючими слезами. Один и тот же человек. Хамас, радостный, значит, мирный палестинец. Автомат дома забыл. И пострадавший от израильской военщины. Вот он, посмотрите. Плачет. Слева радуется, что, значит, ракеты вот летят. Показывается, ракеты полетели на Израиль. Мы победили. А потом что-то ноет горючими слезами. Ну это ладно. Есть еще одно видео с ним. С этой звездой Ютуба и ТикТока. Следующая серия. От Хамас Фильм вышла. Вот эта серия. В какой-то больничке. Ни к чему, правда, не подключенный, как все видели. Изображает из себя придурочно больного, да? И почему-то двое мужиков, не врачей, а просто мужиков, что-то его гладят и жмякают. А он изображает, как он болен. Есть еще потом себе. Вот руки ему целуют. Что к чему? Какая-то эротическая сцена. Все. Изображает. Целенький. Вообще нету никаких, ни ран, ничего. Лежит. Изображает из себя подучую. И потом есть еще следующая серия, где он опять здоровенький, живой. Бегает, значит, снимает разбомбленные Израилем здания. И вот на такой пропаганде, дешевой, оно, в принципе, все и построено там. Количество якобы убитых палестинских детей там сразу на 500, на 600, на 1000 увеличивается каждый день. Их уже больше, чем, наверное, есть вообще детей в этой газе. Вот. Значит, термины только апартеид и геноцид. Вот, да, и все, вот то, что мы видим по факту. Сплошная дешевая пропаганда. А реальность такая, да, что Хамас прекрасно понимали, что тысячи безвинных людей погибло. Но сначала они резали израильтян на территорию Израиля, затем прилетели ответные удары и погибли люди в газе. То есть, они знали, что и те погибнут, и эти. И планировали это. И планировали это. Ну, значит, для меня они виноваты, потому что они это планировали. Они планировали смерть этих людей. Чем больше, тем лучше. Для них. Да, вот так. Вот Билибельский сообщает. Андрей, арабы у первого дня в решении Израиля подшали войну. Арабы концептуально собрать основание и аурейской державы, и аурейского народа. Ну, да, да. Ну, не все арабы, там есть нормальные. И встречаешь людей, абсолютно иногда адекватных. Вот, но Хамас, да. Иран, да. Они не хотят признания израильского государства. Это правда. Ну, вот. Так. Голдомейер сказала, что с ними можно будет договориться только тогда, когда они будут любить своих детей больше, чем ненавидит евреев. Абсолютно точно сказала, и абсолютно точно увидела суть проблемы. Да. Потому что проблема заключается в том, что для Хамас, чем хуже, тем лучше. Чем больше палестинцев будет погибать, тем лучше положение у этой организации террористической. Тем больше будет ненависть к евреям, к Израилю. Тем больше будет финансирование их террористической деятельности со стороны арабских шейхов. Поэтому они это делают сознательно. Они убивают чужих, чтобы Израиль убил своих, как бы, палестинцев. И кричать об этом на весь мир. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова